Дорогая Церковь, братья и сестры, я хотел бы прежде всего поблагодарить за участие в этом служении. Всякое участие, пение хора, музыкальное произведение, стихотворение, пение было направлено для одной цели, братья и сестры, чтобы Бог прославился в Своей Церкви. Вы знаете, мы стали сегодня не только свидетелями, но и участниками очень важного события. Сегодня в нашей Церкви было совершено, как бы, знаете, подведен такой итог того труда, который был совершен на протяжении этого времени, избрание для наших служителей. Сегодня была совершена эта молитва благословения всей Церкви, чтобы Господь благословил наших братьев. Как уже отмечалось не раз, такие служения не часто происходят в любой поместной Церкви. А в нашей поместной Церкви, братья и сестры, последнее служение благословения братьев с возложения рук на диаканское служение было совершено 17 мая 2015 года. 8 лет тому назад без трех дней. Так быстро летит время, и сегодня мы имеем снова это чудесное, прекрасное служение. Я хотел бы поблагодарить наших братьев-диаконов, которые уже избраны и несут эти 8 лет служения от всей Церкви. Братья, каждый имеет свое дарование определенное, свой труд в Церкви, и мы видим этот труд и служение. Поэтому пусть Господь благословит всех наших братьев-диаконов. Молитесь, дорогая Церковь, за наших служителей. Знаете, мое желание сегодня также сделать краткое наставление нашим братьям, служителям Диме, Иону, их женам. И для этого я хотел бы прочитать текст Священного Писания, который записан в 1-м послании к Тимофею. 3-я глава, этот текст уже читался. Позвольте прочитать несколько стихов, отрывок. А с 3-й главы, если можно, откройте, пожалуйста, 1-я Тимофея, 3-я глава, 8-го стиха будем читать. Диаконы также должны быть честны, недвуязычны, непристрастны к вину, некоростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потому, потом, если беспорочны, допускай до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющей детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Я еще раз прочитаю этот текст Писания, 13-й стих. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Братья и сестры, вся эта третья глава посвящена очень важной части жизни церкви. Когда Господь имел план, замысел, духовный дизайн по устройству церкви, безусловно, Он избирает обычных людей. Но этих людей Он отделяет определенными качествами, работает в их сердцах и говорит, обращаясь к церкви, по местным церквям, когда вы будете избирать служителей, пожалуйста, обратите внимание на те качества, которые они должны иметь. И поэтому вся эта глава, она посвящена двум группам людей, это епископы или пасторы и диаконы в церкви. Они составляют вот эти две группы людей, составляют основу служителей, которым Господь верил в служение в поместной церкви. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы сегодня напомнить для всех нас, дорогая церковь, братья и сестры, церковь Иисуса Христа – это нечеловеческое устройство, это Божий замысел, это Божья церковь. Он ее создал удивительным, сверхъестественным образом, хранит и ведет на протяжении всех этих веков на этой земле. Она не может сравниться ни с какой подобной человеческой организацией, где есть люди, потому что это Божья работа среди людей, которые Он создал. И придет время, придет время, закончится жизнь на этой земле, закончатся все события на этой земле, и во всей вселенной останется Христос и Его церковь, которые будут царствовать, наполнять вселенную, царствие Его во веки веков. Это очень важно, братья и сестры, потому что мы живем во время, когда церковь всегда проходила определенные пути испытания, гонения, трудностей, какие-то еще. И сегодня мы видим угошение такое, знаете, к церкви, к жизни по местной церквям. Те прошедшие годы, когда был ковид этот, когда были церкви закрыты, многие братья-служители, свидетельствуют, как поуменьшилось людей в церкви. Люди перестали посещать свою церковь. И сегодня мы видим тоже, может, подобная тенденция в последнее время такого угошения к служению в по местной церкви. Дорогие братья Дима и Он, сегодня вы молились Господу, что Бог благословил. Пусть вот эта любовь, этот огонек, который в вашем сердце никогда не угаснет, чтобы Господь вас благословил быть служителями в вашей по местной церкви. Я хотел бы сегодня остановиться только на одной мысли, на одном тексте Священного Писания в своем коротком наставлении. 13 стих, если можно, еще раз, пожалуйста, откройте его, пусть он будет, текст перед нами. Обратите внимание, когда апостол Павел дает характеристику диаконам, он подводит как бы итог и говорит следующие слова. Хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение вере во Христа Иисуса. Вы знаете, идея о служении, служить, она наполнена всеми страницами Священного Писания. Вся Библия наполнена вот этой идеей служить служению. Братья и сестры, Бог, которому мы поклоняемся, Ему служит ангельский мир, правда, во Вселенной. Когда Господь на земле создавал свой израильский народ, Он дал повеление, избирал служителей, священников, первосвященников, левитов, которые занимались одним делом, они служили, совершали то служение, для которых Господь их поставил. Когда Христос пришел на эту землю, Он произнес когда-то следующие слова. Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Как мы знаем, Христос избрал 12 учеников. Они были с Ним три с половиной года. Для какой цели? Они учились. Учились у Христа. Они наблюдали. Они слушали. Они видели. Они пытались поступать, как Христос поступает. Не всегда это у них получалось, братья и сестры, но Христос их избрал для определенной цели – быть служителями, быть слугами. Но очень важно обратить внимание на вопрос, как служить. Как служить? И Павел в этом стихе подчеркивает «хорошо служившие». Не просто служить, хорошо служившие. Но ее желание сегодня остановиться на этой мысли. А как хорошо служить? Что для этого необходимо? Где этот источник, который человек черпает служитель, когда Бог дает ему оценку? Это хороший слуга. И его служение хорошее. Моя первая мысль. Я бы хотел обратить внимание на следующее. Если можно, откройте, пожалуйста, текст Евангелия от Иоанна, 12 глава, 26 стих. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 26 стих. Слова Иисуса Христа. Обратите внимание, Он обращается к ученикам Своим. «Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Дорогие братья, Дима и Он, я бы хотел, чтобы вы оставили в своем сердце сегодня одну очень важную мысль для себя, для своего служения. «Бог избирает служителей для себя». Прежде всего, вы служите Господу. Это очень важно. Мы находимся на земле, мы находимся в поместных церквях. Мы трудимся и служим среди людей и для людей. Но прежде всего, помните, мы ответственны и дадим отчет Ему. И для того, чтобы служение можно было назвать в свое время, Господь сказал, это хорошее служение, вам нужно одну очень важную вещь, одно условие – следовать за Христом. Сегодня мир полон информации, идей, лидеров, предложений. И люди часто в растерянности, за кем идти, кого слушать, кому прислушиваться. Как очень важно, Христос говорит, если кто мне служит, мне, да последует. Он добрый пастырь. Обратите внимание немножко из опыта учеников. Какие они были бы лидеры, апостолы, служители, если за три с половиной года общения со Христом, они выслушали, говорят, ну это все было правильно, хорошо, но Христа нету. Нам нужно как-то искать свои альтернативы, пути, созидание церкви, предложения. Нет, тот опыт, три с половиной года, они вложили в сердце. Иоанн, когда пишет, он говорит об Иисусе Христе, тот, который говорит, мы видели, осязали руки наши, мы слышали, мы выделили. Петр говорит, мы были свидетелями на горе преображения Его величия. Поэтому они тщательно исполняли свои жизни. И после вознесения Иисуса Христа следовать за Ним. Дорогие братья, познавайте Господа, находите время для личного общения со Христом. Что в вашем сердце было это тихое вение Духа Святого. Через Его Слово, через молитву, через водительство Господа идите за Ним. Жизнь, мы не знаем, как будут развиваться, какие испытания будут в церкви на этой земле. Но когда вы будете знать, кто служит мне, мне да последует. И Христос говорит, что всякий слуга, который следует за Мною, будет там со Мною. И кто мне служит, придет время, и Отец Небесный выразит особое почтение к этому служителю. Поэтому первая короткая мысль для того, чтобы служение было, как Павел говорит, хорошо служившее. Следуйте за вашим Господом, добрым пастырем. А Он с вами, Он вас, и Он не оставит. Вторая мысль, на которой я хотел бы остановиться. Это одно очень качество, которое Бог очень высоко ценит в служителей. Это верность. Это верность, опять-таки, Богу. Это верность Богу. Верность – это стойкость и неизменность в исполнении своих обязанностей, своих убеждений, своих принципов, своей веры и упования. Как мы знаем, верность нужна во многих сферах нашей жизни. В семейной жизни, на работе, в других сферах верных людей и люди ценят. Но особым образом Господь особо ценит верность в служителях. Вот на страницах Священного Писания мы находим много примеров, правда, верных служителей. Верных служителей. Одним из них был Тимофей, которому послание направлено. И когда мы читаем в послании к филиппийцам, вторая глава, если можно, откроете вторую главу, 20, 21, 22, три стишка. Обратите внимание, как Павел характеризует молодого служителя Тимофея и подчеркивает в нем это качество. Он пишет так, «Ибо я», это 20 стих, «Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». А его верность, 22 стих, «А его верность вам известна, потому что он, как Сын Отцу, служил мне благовествование». Дорогие братья, верность проявляется в не каких-то глобальных, мировых ответственностях. Верность проявляется в самом малом, в том, что вам верено, Иоанн Аня, вам верено это служение Господу. Будьте верны в этом служении. Дима Юлия, вам верено это служение. Будьте верны в этом служении. Мне очень нравятся слова Иисуса Христа в притче о талантах. Помните, Христос обращается к двум слугам, которым было дано пять талантов и два таланта, если не ошибаюсь. Обратите внимание, которые он не говорит, не подчеркиваю, вы знаешь, вот тому, который пять талантов, он особенно верный. И он будет особенно, он нет абсолютно. Даже тому, которому было два таланта, одинаковая оценка. Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих. Их Господин его сказал ему, хорошо. Обратите внимание, какие простые, но какие значимые слова. Приходит время, Господин возвращается и дает оценку. Хорошо, добрый и верный раб. В чем ты был верен? В малом. Ты был в малом верен, то, что тебе было поручено. В малом ты был верен, многим тебя поставлю. Войди в радость, Господина твоего. Оценка дана за верность в малом. Я вспоминаю, много лет назад, когда мы жили еще в Украине, и в нашей небольшой поместной церкви в Запорожье, совершалось рукоположение, было совершено рукоположение. И брат, который приехал служить или совершать рукоположение, он такой привел пример, наверное, может быть, из поместной церкви, или брата диакона, который он очень хорошо знал. Говорит, однажды мы поехали, это в селе было, поехали на посещение. И в посещении большое село верующее. И мы посетили одну сестричку. Муж был неверующий, плохо ухаживал. Она была практически парализована, нуждалась в круглосуточном постоянном уходе. Когда мы пришли с этим братом-служителем, диаконом этой поместной церкви, для того, чтобы вечерю, я зашел, удивился. В доме так чистенько, никакого запаха, все убрано, сестричка ухожена. Мы пришли, я сел, начал беседовать, начал разговаривать. А брат отлучился в это время, диакон. Отлучился, он приготовил вечерю, потом через какое-то время его не было. Потом он вернулся, мы совершили вечерю, потом говорит, брат-служитель, немножко у нас время, давайте мы пройдем на кухню. Мы зашли на кухню, а там все приготовлено на столе. Простая пища. Брат-служитель говорит, я понял, что этот брат, диакон, он был постоянно в этой семье. Брат-диакон был постоянно в этом доме. Он знал, где посуда находится, знал, где полотенчики находятся, знал все. Верность в малом. Дорогие братья-служители, так хочется, чтобы верность ваша была испытана не людьми. Господа, будьте верны в малом. Придет время, и каждый из нас предстанет пред Господа. И все наше служение, а чаще оно невидимо для людей, чаще невидимо для людей, будет оценено Господом. И мое желание, верю, всех братьев-служителей нашей Церкви есть одно, чтобы Господь нам сказал «Хорошо, верный и добрый раб, ты был верен в малом». Третья мысль и добрый совет, который хотелось бы сегодня оставить для качества хорошего служителя и хорошего служения. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 14 стих. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 14 стих. И потом кратенько, 15, и мы потом остановимся. Обратите внимание, Иисус Навин. Служитель, который Господь избрал. Его жизнь, это последняя глава, в этой книге последняя глава Иисуса Навин, он готовится уйти на покой. Он заканчивает свое служение, он собирает людей, народ Божий, и дает им наставление. Дает наставление в очень непростых условиях, в котором находился народ израильский, которые склонны были к такими идолопоклонству, неверию, духовному, знаете, вот самодовольству. Это был очень трудный период духовной жизни народа израильского. Иисус Навин, Он говорит так. Итак, бойтесь Господа, служите Ему в чистоте и искренности. Прекрасное качество, три качества. Страх Господень, чистота и искренность. Страх Господень помогает нам осознать Его величие, полную зависимость от Господа. Страх Господень помогает нам удаляться от греха, от зла, от всего плохого и ненужного. Дорогие братья, Дима и он, ваши супруги, имейте страх этот Господень. Мы ходим пред Господом. Он поможет вам содержать свое сердце в чистоте и искренности. Бог ценит. В свое время Господь сказал с мужем искренне. Ты поступаешь искренне. Честным, честно, с лукавым, по лукавству Его. Обратите внимание, Иисус Навин в этом 15 стихе Он говорит не только о себе лично, не только дает наставление, Он говорит о своей семье. Несколько коротеньких слов, пожелания для всех вашей семьи, для жен и деток. Обратите внимание, Он подводит итог и говорит так, что хорошо служившие, друзья, это не только страх Господень, не только чистота и искренность, но это еще служение всей семьи. Вы сегодня выходили с женами, склоняли колени, и мы не можем отделить одно от другого, потому что вы одно целое. Обратите внимание, как Он говорит, «Итак, бойтесь Господа, служите Ему в чистоте и искренности, отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой в Египте, служите Господу». 15 стих известный для всех верующих людей. Он подводит итог, и Он говорит так, «А я и дом мой» – последняя мысль, последняя фраза – «а я и дом мой будем служить Господу». Друзья, невозможно в семье служение одного человека. Братья-служители, которые находятся в зале, которые находятся здесь, присутствуют, могут подтвердить, невозможно хорошее служение без благословения, без помощи жены, которая идет, поддерживает, молится, укрепляет, ободряет. Дорогие Юлия, Анечка, я тоже хочу обратиться к вам. Положите в сердечке своем то, что сегодня было сказано, спето, прекрасное наставление. Приложите это в своем сердце. Для того, чтобы быть, как апостол Павел говорит, хорошо служившие, должно служение всей семьи. Пусть Господь благословит, и вы увидите результаты служения ваших деток. Придет время, безусловно, сегодня уже было сказано, отмечено, что ваша жизнь, ваш обыденный, может быть, порядок семейный, он уже изменился в течение, потому что вы уже находитесь в служении, друзья, но он еще больше изменится. И приоритетно всегда будет стоять церковь. Где-то вы не сможете поехать на отдых, где-то не сможете поехать с друзьями, выехать на природу где-то, друзья, потому что вы будете в семье, в служении. Знаете, но пройдет время. Где-то детки, может быть, говорят, ну, мама, папа, почему опять в собрании? Почему нужно вот это делать, друзья? Вы увидите, как Господь благословит ваших детей. Поэтому примите в сердце и это последнее коротенькое пожелание, и вместе с Иисусом Навином сказать, а я и дом мой будем служить Господу. И пусть Господь нас в этом всех благословит. Братья и сестры сегодня, когда молились и совершали наши братья и их жены, церковь участвовала. Но сейчас у нас тоже будет время для молитвы. И я предлагаю церкви, когда мы преклоним колени, у кого есть возможность, в наших кратких молитвах, давайте мы поблагодарим Господа за наших братьев и попросим благословения для их семей, для их жизни, чтобы у Господа была особая для них вот эта, знаете, такая оценка, что эти братья и их семьи, они хорошо служившие для славы Господа. Аминь.